Бог так создал человека, что он постоянно нуждается в воздухе и в пище. Это его основные физиологические потребности. Бог также создал человека с его духовными потребностями, где пища — это общение с Богом через его слово, а воздух — это молитва. Добрый вечер! В эфире программа «Помолитесь за меня». Мы рады, что сегодня вы вновь вместе с нами. Мы желаем, чтобы вы никогда не пренебрегали общением с Богом через чтение Библии и молитву. Больше читайте Библию и молитесь больше. Это наша духовная пища. А наша программа выходит в прямом эфире, и наши операторы в колл-центре уже готовы принять ваши звонки. Поэтому, пожалуйста, набирайте номера, которые сейчас вы услышите, и звоните. Делитесь своими переживаниями, делитесь тем, что вас тревожит, а также благодарите Господа за услышанные молитвы. Для тех, кто желает связаться с нами по стационарному телефону, запишите, пожалуйста, следующие номера. Номер для жителей Украины 0800 50 157 80, а также специальный номер для жителей России 8 800 118 44. Звонки на эти номера со стационарных телефонов бесплатны. Если вам удобно позвонить с мобильного телефона, то, пожалуйста, звоните на такие номера. Присылайте свои молитвенные просьбы, а также ответы на молитвы по электронному адресу молитвособачка.hope.ua. Еще помните, что работает скайп, и вы можете связаться с нами в прямом эфире. Адрес очень простой – молитва за меня. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках открыты молитвенные наши группы «Помолитесь за меня». Там вы можете оставлять свои фотографии, сообщения, комментарии, а также благодарности Господу. «Позвоните мне, когда ваша девочка умрет», – сказала врач детской больницы родителям. Сегодня эти счастливые родители в нашей программе расскажут удивительный опыт ответа на молитву. Не пропустите. Владимир, начинаем нашу программу «Новая неделя. Помолитесь за меня». Слава Богу, что сегодня мы вновь в эфире. Да, и мы всегда начинаем нашу программу с новостей, а также с молитвы нашей стране. Да. И сегодня продолжаем молиться за Восток Украины. Это уже наша традиция, без которой мы, наверное, не можем. В последнее время, в последние месяцы мы намолимся постоянно о том, что происходит на Востоке. А также мы молимся и о гуманитарном грузе, который недавно отправился на Восток по программе «Восточный ангел». Очень много было продуктов, очень много было теплых вещей, потому что холод уже пришел. Причем очень холодно. Очень холодно, да. Я не знаю, как сейчас люди справляются. Поэтому мы будем молиться, чтобы благополучно доехал этот груз, и чтобы он именно вовремя пришел и помог тем, кому он очень нужен, кто нуждается в этом. Но еще будем молиться о погодных условиях. Да, зима пришла очень быстро, неожиданно, по крайней мере, здесь у нас в Киеве. И увеличилось число аварий, люди были не готовы. Особенно вчерашний день, да? Да, когда был снег, воскресенье, вчера. Поэтому будем молиться, чтобы Господь дал мудрости водителям соблюдать дистанцию, смотреть внимательно на дороги, потому что в их руках жизнь тех людей, которые переходят дорогу, кто едет на машине, кто рядом с ними сидит, чтобы водители были в этом плане осторожны. Ну и садясь за руль, обязательно молиться. Да, это очень важно, потому что я как водитель так же всегда придерживаюсь. Для меня это даже не традиция, это принцип, понимая, потому что я видел множество ситуаций в своей жизни, где я могу сказать, что если бы не Господь, было бы 100% в аварии. То есть Бог действительно нас сохраняет. Поэтому очень важно рекомендовать нашим зрителям, водителям, чтобы они всегда молились перед выездом в дорогу. А мы будем молиться о них? Да. Дорогие друзья, мы благодарны, что вы сегодня включили телевизор в 8 часов, чтобы вместе с нами провести этот час в общении с Господом. И мы начнем нашу программу с молитвы о нашей стране, поэтому приглашаем вас присоединиться к нам в молитве. Святой Великий Господь, мы благодарны Тебе за Твою огромную любовь, которую Ты проявляешь к этому миру. Ты открыл эту любовь в Своем Сыне Иисусе Христе, который пожертвовал Собою. И Ты, Господь, отдал самое драгоценное во Вселенной Своего Сына, чтобы мы, люди, увидев эту жертвенность, могли осознать, насколько Ты любишь и насколько мы дороги для Тебя. Поэтому просим, благослови. Благослови, чтобы многие люди, которые разочарованы в этой жизни, могли увидеть истинную Твою любовь и могли увидеть, насколько Ты любишь каждого человека. Особенно мы молим, Господь, за людей на востоке нашей страны, которым очень сложно, которые переживают невероятные, нечеловеческие в некоторых моментах условия жизни и пребывания. Мы просим, Господь, чтобы Ты благословил пережить это испытание. Мы просим, Боже, чтобы сердца добрых людей всегда были открыты помогать и поддерживать. Мы просим, чтобы Ты благословил тот гуманитарный груз, который едет на восток, чтобы люди могли получить и продукты, и теплую одежду. Господь, мы просим особым образом, Ты благослови всех волонтеров, которые делают все возможное, чтобы поддержать этих людей. Благослови и проект «Восточный ангел», который делает также возможность внести свою влепту в помощь тем, кому очень сложно на востоке. Благослови, пожалуйста, волонтеров. Небесный Отец, мы просим и о водителях, которые столкнулись уже с зимними условиями. Мы просим, дай мудрости, внимательности. Помоги, Господь, чтобы, выезжая в путь, они всегда просили Твоей защиты и помощи. Благослови, поддержи. Мы это просим во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хотим сказать, что кроме молитвенных просьб мы получаем множество ответов на молитвы. И, дорогие зрители, если у Вас есть ответ на молитву, расскажите нам об этом. Мы хотели бы поделиться этой радостью вместе со всеми. Послушайте те сообщения, которые уже есть на сегодняшний день. Мария Хмельницкая область благодарит за то, что соседка благополучно родила ребенка. Ребенка, слава Богу, благодарит за молитвы. Это большая радость. Светлана из Славянска. Огромная благодарность за гуманитарную помощь. Мы очень рады, Светлана, что вот такой малой помощи мы все-таки можем оказать Вам какое-то внимание. И очень надеемся, что это действительно будет нужная для Вас помощь. Вот то, что смогли уже передать. Продолжаем молиться об этом проекту. То, что приходит эта помощь. Любовь в Днепропетровскую область благодарит Бога. Он дал выход из кредитов и просит, чтобы мы дальше продолжали о ней молиться. Благодарность Господу. Это также большая. Я знаю, что людям очень действительно сложно, особенно в это время, когда такое происходит. Изменение курса постоянное. Люди брали кредиты еще в 2008 году, где курс доллара был 5, вот, а сейчас уже 15. И здесь вот выйти из этих кредитов, это большая кабала в какой-то даже мере. Поэтому я понимаю, насколько, по-моему, любовь, да? Это реальное какое-то облегчение, да? Вот когда камень с плеч, это спасение для человека. Сестре Аси делали операцию на позвоночник. Операция прошла успешно. И нас благодарят за молитвы. Слава Богу. Слава Господу. Слава Господу. Эдуард получил работу. Мы очень рады за вас, Эдуард. Алла из Херсонской области благодарит за молитвы, за дочь Софию. Мы благополучно ее перевели во вторую школу за один день. Это чудо. Слава Господу. Полгода назад мы обращались молиться за племянника Богдана. Ему сделали елей по мазанию. У него была апластическая анемия. Сейчас он полностью здоров. Мы очень рады за вас. Слава Богу. Передайте всем, пишет нам Алла. Господь жив и продолжает творить те чудеса. Моя сестра Елена после этого опыта поверила в Бога, готовится к окрещению. Мы очень рады, что Господь сделает это чудо в вашей жизни. Людмила из Харьковской области благодарит за молитвы о сыне Дмитрии. Прекрасно сдал зачет в дальнейшем просьбу молиться. У него начинается сессия. Галина. Харьков. Слава Господу. За Александра просили молиться, потому что у него была операция. Она прошла успешно. И Галине Ивановне стало лучше. Мы очень рады, дорогие друзья, что Бог действительно ответил на эти молитвы. Пусть Он благословит каждого из вас. Мне всегда нравится такое начало программы, когда столько благодарностей Господу. Когда много благодарностей. Я убежден, что Бог отвечает на молитвы. Но мы просто не всегда слышим. Люди стесняются поделиться, как Бог благ. К нам дозвонилась Лариса из Омска, из России. И мы желаем услышать ее сообщение. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Что побудило вас? Я хотела поблагодарить Господа за исцеление. В 2010 году меня ложили в больницу с пневмонией. И выяснилось, что у меня был рак бронха. Да вы что? И оставалось жить несколько часов. Но Господь исцелил меня. Положили когда в онкологию. И врачи удивлялись. Как это так? Меня две недели там держали. И выписали как здоровый. Да вы что? Слава Богу. Вот на то время это было идеально. А сейчас вот я страдаю головными болями. У меня киста большая в голове. 100 на 55 на 70 миллиметров. Вот. И я бы хотела попросить Господа, чтобы вас, чтобы вы помолились, чтобы у меня были силы для служения. Я не хочу лежать и страдать от боли. Лариса, спасибо. И еще у меня просьба за сестру Нину. Она очень страдает от того, что у нее слабый иммунитет. И не может ничего даже по дому сама делать. И на улицу выходит очень редко. Вот тоже, чтобы Господь помог ей. Спасибо вам большое, что вы... И еще сестра Лилия тоже страдает от того, что она живет одна. И ей около 80 лет, чтобы укрепил Господь веру и дал терпение. Я уже боюсь сказать... Спасибо, что вы есть. Да, теперь уже можно сказать. Спасибо вам большое, что вы дозвонились. Помогайте нам. Пусть Господь вас благословит. Спасибо и за то, что вы поделились своим свидетельством, что Бог вас исцелил в 2010 году. И я всегда убежден, что вот эти свидетельства, они должны быть тем фундаментом, который должен укреплять нашу веру, когда мы сталкиваемся с какими-то другими испытаниями. Ведь если Бог ответил на молитву, это не значит, что в дальнейшем будет все идеально. Конечно. И ты никогда не столкнешься с какими-то проблемами. И не будет даже испытаний. Но видя тот прошлый опыт, это намного облегчает наше доверие в том испытании, которое мы сейчас имеем. Поэтому мы будем молиться о Ларисе, о Нине, о Лиле. Спасибо, что вы к нам дозвонились. У нас есть еще один звонок. Лиля с нами на связи. Лиля, добрый вечер. Лина, здравствуйте. Мы готовы вас услышать. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Лина. Я звоню из города Харциско. У меня полгода назад прооперировали братика. У него по звонке тяжелая форма. Он стал... К сожалению, звонок сорвался. Но мы услышали. Мы услышали историю о том, что полгода назад была проблема с вашим братом Лином. И будем о нем молиться. Сейчас еще есть несколько просьб, которые мы получили. Здравствуйте, дорогая передача. Просьба молиться за молодую женщину. Зовут ее Гульбаршин, которая хочет родить ребенка. Много лет лечилась у разных врачей. Перенесла операцию. Потеряла всякую надежду. Просила написать вам на телевидении «Последняя надежда на Бога». Город Атырау, Казахстан. Мы будем молиться о вас. И еще одна просьба. Сейчас смотрит вашу передачу тот, за кого вы молились. Ему лучше. Продолжайте, пожалуйста, роман из Риги. Мы будем молиться о вас, роман. Именно сейчас. Слава Богу, что вы пишете эти сообщения. Очень много просьб. Но будем обращаться к нашему Богу в молитве. Молитесь вместе с нами. Отец Небесный, славим Тебя за то, что Ты благословляешь нас. За всех наших зрителей, которые, Господь, в своей жизни знают, что Ты Бог, который отвечает на молитвы. Тот Бог, который слышит нас, как своих любимых детей. Спасибо Тебе большое за это. Мы просим за каждого, кто только что передал свою просьбу. Господь, Ты видишь, что очень много просьб было озвучено Ларисой. И мы просим, чтобы Ты благословил каждого. За Ларису, за Нину мы просим, за Лилю, Господь, поддержи их, потому что они нуждаются в исцелении, они нуждаются в Твоей помощи. Коснись своей исцеляющей рукой и будь с ними. Благослови Романа, который также смотрит сейчас эту программу, Господь. И, возможно, Он желает, чтобы Ты показал ему свою силу в его жизни. Может быть, этот человек чем-то огорчен, расстроен, что-то может не получаться, но мы просим, чтобы Ты поддержал его, даровал ему здоровье и помощи в его жизни. Благослови также эту молодую женщину из Казахстана, которая мечтает о том, чтобы быть мамой. Если воле Твоей угодно, пожалуйста, подари ей ребенка, потому что все в Твоих руках. Мы отдаем каждого в Твои руки и верим в то, что Ты не оставишь. Великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, если вы впервые включили нашу программу, мы желаем напомнить или сказать вам, что это программа о молитве. И вы прямо сейчас, в прямом эфире, можете дозвониться к нам, поделиться тем, что вас тревожит, и мы с СНС и будем молиться Господу. Не только мы, но огромное количество людей по всей нашей стране, по территории бывшего Советского Союза и за рубежом молятся и поддерживают тех людей, в чей дом пришло горе. Поэтому, пожалуйста, открывайте свои сердца пред Господу, молитесь, доверяйте Ему. Как это сделали наши зрители, которые к нам позвонили, дозвонились в наш колл-центр и поделились с тем, что их тревожит. Мария из Хмельницкой области просит, чтобы мы молились за ее родных, которые очень враждуют с ними, и чтобы Господь дал им мир и защиту. Елена Павловна из Сумской области просит помолиться за дочь Аллу. У нее сейчас поднялось давление, чтобы она могла остаться на работе. Она также никотинозависима. Просьба молиться за Елену Павловну, у которой высокое давление, и она не может уснуть. Елена Николаевна. Елена из Николаевской области просит молиться за сына Николая, у которого сейчас проблемы в жизни. У него критическое состояние, также сильная депрессия. Дмитрий из Винницкой области просит молиться, чтобы Бог помог Лизе в ее духовном состоянии. Также просьба молиться за здоровье молодой женщины Юли. У нее есть подозрение на онкологию. И Роза из города Жмеренко просит молиться за ее здоровье. У нее гастрит. Она пишет, мы с дочерью должны идти на обследование, и чтобы анализы были хорошие, просит за это молиться. Также за исцеление у внука Евгения, у которого также проблемы со здоровьем. Есть несколько сообщений, хотела бы зачитать, чтобы мы помолились. Елена просит молиться о сыне Александре, ему предстоит очень сложная операция. Если угодно Богу, пусть исцеление послушает опытом для молодого человека и покажет ему силу Бога. Я бы хотела, чтобы мы молились сегодня о нем. Еще одна просьба. Уважаемая программа, помолитесь за меня. Благодарю вас за то, что вы молитесь за нас и наши нужды. Прошу, чтобы молились за мою маму. Она находится сейчас в больнице, и у нее бывают очень сильные боли в области желудка. Врачи стараются найти причину. Пусть добрый Бог поможет ей встать на ноги. Заранее спасибо. Баба Надежда просит нас молиться с этими сообщениями. Хотелось бы обратиться к Богу. Мы будем молиться, но к нам дозвонилась Лида, и мы услышим сначала ее просьбу, а потом будем уже молиться о всех просьбах, которые зачитали выше. Лида, здравствуйте. Добрый вечер. Мы рады вас слышать. Меня зовут Лида. Я звоню из Германии. У меня такая просьба к вам помолиться на мою дочь, чтобы Бог послал ей спутника жизни, чтобы он был богобоязнен. Чтобы он верующий был. И еще у меня такая просьба. У меня внучку Александра ее зовут. Ее положили в больнице. Завтра утром в 8 часов будут брать пункцию, чтобы определить диагноз болезни ее. У меня большая просьба молиться на нее. Мы будем молиться. А как зовут вашу дочь? Дочь мою зовут Наташа, Наталья. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы доверяете нам. Доверяете такое сокровенное, что вас тревожит. Мы будем молиться и о вашей дочери Наталье, а также обязательно помолимся сейчас и об Александре, чтобы та процедура, которая будет проходить в больнице, чтобы прошла успешно, чтобы врачи могли поставить диагноз. Мне кажется, что эта зрительница уже не первый раз звонит на программу и мы уже слышали от нее и радостные новости. Поэтому не стоит отчаиваться. Бог слышит и Бог благословит обязательно. Мы в это верим просто. Дорогие друзья, мы будем молиться и будем возносить просьбы нашему Всевышнему. Святой наш великий Господь Всевышний, возвышающийся над этой Вселенной, Господь, который создал этот мир, а также Бог, который знает нужды и сердца, тревоги каждого человека. Мы просим тебя благослови. Благослови все эти просьбы, которые были зачитаны. Ты видишь, сколько здесь боли. Очень много людей, которые больны. У кого-то есть подозрения на онкологию. Кто-то тяжело болен. Кто-то из родных и близких утратил веру. Мы просим, пожалуйста, благослови и особым образом укрепи. Мы желаем, чтобы в их дом пришла радость. Мы желаем, чтобы эти люди увидели, что ты живой наш Господь. Благослови. Особая просьба также и о Наташи, чтобы она нашла того человека, который бы разделял бы духовные ценности. Чтобы этот человек вместе с ней мог бы молиться, изучать Слово, ходить в церковь. Благослови, пожалуйста. Благослови также многих девушек и парней, которые ищут своего спутника, которые желают, чтобы спутник был его единоверцем. Поэтому просим, пожалуйста, ты благослови, чтобы создавались эти семьи, которые бы разделяли общие духовные ценности. Мы просим об Александре, которой предстоит завтра. Это сложная процедура. И мы просим, чтобы ты благословил руки врачей, которые будут это делать. А также просим, чтобы ты благословил, когда они будут ставить диагноз, чтобы можно было бы найти причину заболевания и также ее исцеление. Поэтому просим, благослови, чтобы она исцелилась для славы Твоей. Благодарны за услышанную молитву. Аминь. Аминь. У нас есть еще один звонок. Наталья с нами на связи. Наталья, здравствуйте. Наталья с нами на связи. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас услышать. Откуда вы звоните? Да, Наталья, мы слышим вас. Мы обязательно будем молиться о вас. Спасибо вам за звонок. Да, хочу, чтобы вы помолились за меня. Обязательно будем молиться. Спасибо за мою помолиться. Мы верим, что Бог не оставит и вас, и вашу семью. Спасибо. Пусть Господь вас благословит. Мы помолимся о вас уже через несколько минут. Впереди короткий перерыв. Наша программа, в принципе, продолжается. Оставайтесь с нами. Вера просит молиться о здоровье своих детей. Пусть Бог ведет их по жизни. Татьяна просит молиться об исцелении своей тети Нины, и чтобы через этот опыт Господь привлек ее к себе. Просьба молиться о здоровье Романа. Пусть Бог укрепит его и руководит его жизнью. Людмила просит молиться о Елене, алкогольная зависимость. Надежда просит молиться об исцелении мамы Марии, которая находится в больнице. Просьба молиться о здоровье Ирины, а также чтобы Господь благословил ее в личной жизни. Наталья просит молиться о подруге Ирине, чтобы Господь решил вопрос открытия визы в Америку. Валентина просит молиться о здоровье подруги Лилии, заболевания легких. Пусть Бог укрепит ее физическое и духовное здоровье. Виктория просит молиться о духовном возрождении своей бабушки. Мы, как всегда, отвечаем на вопросы о молитве. Сегодня у нас вновь есть новый вопрос. Я подссорился с любимой девушкой. Молюсь о примирении, но ничего не происходит. Может, я не так молюсь? Подскажите. Хотя молодой человек не написал, как он молится, Владимир. Да, интересно было услышать, как он молится и что он просит. О, Господа! Наверное, просит, чтобы Бог расположил сердце девушки, и она с ним помирилась. Наверное. Я не знаю, проблема не в самой молитве. Может быть, он желает, чтобы она подошла к нему, попросила прощения. Может быть, так. Да, сложно отвечать на вопрос, когда мы не знаем всей подмноготности, с чем это связано. Но мне кажется, что вопрос может быть не в самой молитве только. Потому что это ведь вопрос взаимоотношений. Возможно, нужно прежде чем молиться, еще попросить прощения. Мы ведь не знаем ситуации, да? Но можем предположить, что, возможно, есть такое хорошее высказывание, что кто молится и ничего не делает, то и молитва тогда не имеет никакой силы. Поэтому здесь важно не просто молиться, а, возможно, сделать какой-то шаг. Возможно, человек ждет, чтобы я буду молиться, и она должна сделать первый шаг навстречу мне. Возможно, молодой человек считает, что он не виноват, а она виновата. Поэтому ждет же, чтобы Бог расположил и внушил ей, что она виновата и должна прийти к нему навстречу. Я думаю, что мудрым должен быть тот, кто понимает, что сама ссора — это неправильно. И если человек понимает, что ссора — это то, что разделяет человека и в какой-то мере даже угошает чувства, то если я это понимаю, невзирая обиженной я или виновной стороной, или невиновной стороной, я должен быть мудрым и делать первый шаг навстречу к примеру. Ну вот смотри, вот если он пишет, что эта девушка любимая, да, любовь — это, наверное, всегда компромисс. Ну да, это возможность уступать друг другу. Да, это когда ты можешь где-то в каких-то моментах уступить. То есть, может быть, в данном случае нужно уступить? Наверное. Ты как девушка как раз ему в этом, может быть, и посоветуешь, да, что лучше, возможно, уступить. Я не буду давать таких советов, потому что я действительно не знаю этой ситуации, но вопрос, в принципе, примирения — это вопрос сложный, да, не только между парнем и девушкой, в принципе, между двумя людьми, когда есть конфликт, и люди молятся. Вот иногда думают, может быть, я не так молюсь, но на самом деле, вот как ты сказал, нужно что-то сделать при этом, чтобы произошло примирение. Но есть другая сторона, когда действительно, возможно, была нанесена какая-то очень серьёзная обида или рана, которая очень сильно тронула сердце человека или ожесточила его. И в таких ситуациях очень быстро примирение сложно бывает найти. Поэтому здесь, возможно, нужно долго молиться. Ты можешь идти, ты можешь просить прощения у человека, а человек настолько это болезненно переживает, что он ещё не может принять. Поэтому здесь, наверное, можно посоветовать, если здесь такая ситуация, то молиться долго ещё, много молиться. Возможно, даже взять пост и просить Бога, чтобы Господь открыл человеку глаза в твоём искреннем раскаянии, потому что не всегда человек может поверить, что ты искренне расскажешь. А если ты ещё регулярно делал подобные ошибки, регулярно приносил такую же обиду, то вот слова, когда я говорю «прости меня» очень легко, человек может просто в это не верить. Поэтому здесь нужно, чтобы Бог открыл глаза, что искренне ли ты рассказываешься. В любом случае мы можем сказать с уверенностью то, что если человек молится, Бог всё равно подскажет выход из любой ситуации. Обязательно. Правильно, он обязательно найдёт вот эту возможность. Крайней мере, правильно, что он делает, что он молится. Примирится. Это так. Спасибо большое тебе. Но у нас есть звонок. С нами на связи вновь наша зрительница Вера. Добрый вечер, Вера. Добрый вечер. Мы рады вас услышать. Откуда вы звоните? Я звоню с Огессы. Я звоню с Огессы. Да, Вера, мы слушаем. Я звонила вам в прошлый вторник на передаче. Просила молиться о предстоящей операции. Операция уже прошла? Да. Вы сейчас звоните нам. Все хорошо. Так. Я благодарна. Да, сегодня мне сделали уже. Вы уже дома? Я очень рада, что я могу звонить и молиться вместе с вами, видеть. Нет, и ещё. Да, там. Да. Я очень благодарна всем и Богу, и вам за поддержку. Продолжайте молиться дальше, потому что люди очень поднимают крылья, окрыляются, верят в Бога, силу дают, которую только вам. Спасибо вам. Вера, я понял, вы звоните из больницы прямо, да? Я с мобильного звоню, да. С мобильного телефона. С мобильного телефона. Ну, находитесь... Ну, да, я... Если вам сегодня сделали операцию, то вы в больнице, да? Спасибо вам большое. Это большое для нас благословение слышать, что вы... Нет. Что вам лучше, что вам лучше. И что вы вот даже вот сейчас, понимаю, что, наверное, недавно только отошли от наркоза, и уже звоните, чтобы поблагодарить Господа. Вера, мы можем только сказать, что наверняка рядом с вами большое количество людей. Расскажите им о том, что Бог услышал молитву, и что Бог сохранил вас в этой операции, чтобы они также знали, что это сила Бога. Спасибо большое вам за звонок. У нас есть сообщение у наших зрителей. Да, есть просьбы, которые к нам поступили в наш контакт-центр. Михаилина из Винницкой области просит молиться за детей своих, за Галину, у которой полностью сгорела квартира, чтобы Господь дал ей выход из этого положения, также за других дочерей и их семьи, чтобы они приняли Господа, а также, чтобы Господь помог решить их финансовые проблемы. Светлана из Николаевской области просит молиться за Александра и Свекровь Надежду Михайловну, чтобы они приняли Господа. Лиана из Винницкой области просит молиться за своих квартирантов, чтобы они имели желание смотреть телеканал «Надея». Очень хорошее желание. Мы будем молиться, чтобы Господь благословил ваших квартирантов смотреть наш телеканал. Будем молиться за Ярослава. Да познает он истину. Будем также об этом молиться. Петр Андреевич, которому 62 года, из Житомирской области, лежит сейчас в больнице после операции. Отняли ногу и просит молиться за него. Пенсию не дают, денег нет ни на продукты, ни на лекарства. Родственники все уже умерли. Он не имеет коляски и очень одинок. Служил в Афганистане, много сделал ошибок в жизни, но молится Богу и просит, чтобы Бог его простил. Мы будем молиться за Петра Андреевича. Никогда не поздно приходить к Господу. 62 года – это еще не тот срок, когда можно сказать, что все уже. Мы будем молиться о вас, мы будем молиться, чтобы Бог помог вам пережить этот тяжелый момент вашей жизни, тяжелый момент вашей жизни, чтобы Господь нашел вас, и чтобы вы открыли для Него свое сердце. Вообще даже последняя минута жизни может все изменить. Правда? Конечно. Все может поменяться. Для Бога не бывает ничего невозможного. Для Бога важно, чтобы человек открыл свое сердце для Него. Итак, мы будем молиться об этих просьбах и продолжаем молиться о вере, которая в больнице, но, слава Богу, прошла ее операция, благополучно и у Наталии, у которой обострилось воспаление лицевого нерва. Она просила молиться о себе и о своей семье, чтобы Бог был с ней. Святой наш Господь и Бог, спасибо тебе за Наталью, за то, что ты услышал молитву и прошла успешная операция. Мы благодарны, что уже сегодня она могла звонить, благодарить Господа. Мы верим, Боже, что ты, который начал этот путь исцеления, продолжишь его и доведешь до того здравого состояния, здорового, когда она будет себя чувствовать полностью здоровой. Поэтому просим, благослови ее, пожалуйста. Благослови также тех людей, которые лежат в ее палате и которые также, возможно, готовятся к операции или кто-то уже после операции. Пожалуйста, благослови своей чудотворной исцеляющей рукой. Прикоснись к ним, Господи. Просим о Наталье. Ты видишь у нее проблемы, воспалился лицевой нерв, и мы просим также исцеления для нее. Благослови, пожалуйста, ее детей. Небесный Отец, мы просим за Петра Андреевича, который находится в критическом состоянии, который чувствует себя одиноким и признает, что он сделал много ошибок в жизни, но хочет тебя найти. Господь, найди его, пойди в его сердце. Пусть он обретет эту радость в Господе. Пусть он познает, что он не одинокий, что ты, его любящий Отец, уже давно его ждал. Благослови, Господь, пожалуйста. Мы просим, Господь, за каждого человека, которым сегодня мы зачитывали эти просьбы. Мы знаем, что ты Бог живой. Ты знаешь каждого человека, его переживания, трудности. Услышь, пожалуйста. Благослови наших зрителей, которые, возможно, не смогли дозвониться, не передать сообщения, но ты тот Бог, о котором сказано, что ты Бог сердцеведец. Ты знаешь сердца, ты знаешь просьбы, ты знаешь тех людей, которые сейчас стоят на коленях и молятся. Услышь молитву. Яви свою силу и благослови. Аминь. Аминь. Вскоре мы познакомим вас с гостями нашей студии. Не переключайтесь. Валентина просит молиться о своем свекре Александре, который сейчас находится в больнице, сахарный диабет. Пусть Бог исцелит его и направит на путь истинный. Просьба молиться о Никите, чтобы Господь сохранил его от искушений в его жизни. Анфиса просит подержать ее в молитвах о здоровье своей мамы Людмилы, а также об исцелении Натальи. Алена просит молиться о здоровье маленькой Дарьи, а также чтобы Бог укрепил силы ее родителей и дал им мудрости. Мария просит молиться, чтобы Господь укрепил ее духовные силы, а также возродил брата Виктора. Просьба молиться о мире в Украине. В эфире программа «Помолитесь за меня». Мы представляем вам наших гостей. А в студии сегодня Лиана и Владимир Наумовы. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы приехали сюда. Друзья, мы хотим познакомить немножко вас с нашими зрителями. У вас замечательная семья, у вас четверо детей. Расскажите, два мальчика, две девочки, правильно? Так. Как их зовут? Сколько им лет? У нас Максим старше, ему 22 года. Так. Даша чуть поменьше, ей 18, скоро будет 19. Павлик 14 будет в январе месяце. И Софийка 9 лет будет. 9 лет. Вспомнилось. Самые младшие обычно самые любимые, нет? У нас все любимые. София. Но имена Софии сегодня ваша история. Мы знаем, вот даже фотографии вы принесли, я думаю, наши зрители также смогут сегодня увидеть. Это фотографии вашей девочки? Да, это фотографии Софии. В разном возрасте. Мы знаем точно, что ее появление вот в вашей семье, это особое чудо в вашей жизни. Подарок. Да. Расскажите об этом нашим зрителям. Чтобы они могли услышать, да, и увидеть, как Господь помогает. И многие из них ожидают, может быть, подобного чуда в своей жизни. Поэтому я думаю, что ваша история будет особенно интересна. Да, мы ждали этого ребенка, но когда оказалось, что Леана беременна, врачи сразу сказали. То есть, когда мы узнали, что она беременна, мы очень обрадовались. Но потом эта радость, она превратилась в печаль, потому что врачи не рекомендовали рожать. То есть, после троих детей, которые вы уже родили, сказали, что четвертого лучше не рожать. Это просто связано, наверное, со здоровьем. Со здоровьем, да. Были некоторые проблемы гинекологии, так будем говорить. То есть, врачи говорили, что орган, которым я должна вынашивать, не приспособлен. Даже впоследствии, когда уже сделали и кесарево сечение было во время рода, врачи удивлялись, что получалось так, что мочевой пузырь стоял не на своем месте и поддерживал как раз стенки матки. Мы видим в этом даже руку Божию, проведение Божьего. То есть, казалось бы, в какой-то аномалии, на первый взгляд, для врачей на самом деле просто исполнилось благословение для вас. Вы молились, когда вы услышали такой переговор, что врачи вам сказали о том, что лучше нужно. Это первое, что вы сделали. Это молились, мы постоянно молились, потому что даже у нас уже возникла идея делать аборт. Потому что было большое переживание. Там не просто стояло вопрос здоровья, а её жизни. Жизни даже, да? Её жизни, да. Такая мысль промелькнула. Промелькнула, да. Мы молились, и скажу честно, что сказать вот так, ты моя жена, и будешь рожать, будем доверять Богу, ну это было… Я не мог, или сказать, иди делай аборт, это ещё страшнее. Потому что Библия не поддерживает это. Да, то есть, это было вот самое, наверное, страшное время, то, что я переживал, скажем так. Но вы стали молиться. Господь как-то укрепил, что всё-таки мы идём в этом направлении. Лиана, вот она может сказать, как она приняла решение. Пусть мама расскажет. Ну, я пошла на приём к врачу, который меня вызвал для серьёзного разговора, ещё дополнительного дообследования. И там ещё раз, сделав УЗИ, он мне чётко сказал, вы играете с огнём. И я не знаю почему, но всё время молясь про себя, я услышала знакомый мне голос Божий, который я слышу всегда, когда я говорю с Богом. Потому что, когда человек в поседневном общении общается со своим дворцом, он уже знает этот знакомый голос. И я знала, что я сейчас приеду домой и обрадую мужа. Я приехала, и первое, что я сказала, я буду рожать. То есть вы для себя приняли решение доверяете? Да, я приняла решение. Это был камень с плеч, мы говорим, да. Но всё-таки мысль о том, что она подвергает себе опасности, она оставалась. И она наверняка оставалась на протяжении всего периода переместа. Да, мы молились. Были переживания, я ещё и заболела в первом триместре. Это дополнительно усугубило, но меня это не остановило. И мы имели такое необычайное спокойствие по этому вопросу, продолжали молиться. В принципе, сложности с беременностью особых таких не было. То есть прошло оно ровно, да, так скажем? Нельзя сказать, что ровно, но были моменты, да. Даже мы на мсирскую работу ездили на велосипеде, да, с авторитетным животом. Хорошо, вот подошло время родов. Нежданно, негаданно. Не страшно было, Лиана? Вот вам не страшно было? Мне, я не знаю, я ждала очень этого. Мне не было страшно, я могу сказать. И я ещё на тот момент не жила в Киеве, а мы жили в Черниговской области. И мне необходимо было приехать в Киев заблаговременно, так как уже наметили роддом, которым я буду. И я надеялась, что я приеду туда за неделю до этого события. Оказалось так, что в этот день я ехала 4 часа в автобусе. Ещё тогда и карусы ходили очень неспокойно. И по приезду часа через 3 у меня начались схватки. Сколько вам оставалось до намеченного? То есть вы ехали за неделю, за две до родов? Да, приблизительно. А получается, что Бог так успокоил, что вы прямо в роды приехали? Да, да. Меня немножко перетрясло. И мне начались схватки. И сидя за ужином, я поняла, что мне нужно уже ехать. Вы сказали, что у вас было кесарево сечение? Да, у меня было... Все роды это было кесарево сечение. И когда меня привезли в больницу, то Володя ещё не был рядом со мной. Он приехал позже на день. И мне сказали... Как раз это было в субботу. Ну, вы простите, но у нас сегодня самая слабая бригада будет вас принимать. Вас предупредили. Такие у вас сложные, как бы там описанные нюансы. Это взгляд изнутри, Владимир. А взгляд снаружи? Что вы в этот момент, пока ваша супруга приходила в себя? Что пережили вы? Я тоже приходил в себя, потому что оказалось, что она лежит в одном конце города в одной реанимации, а ребёнка увезли в другой конец города в другой реанимации. А вам сказали, что случилось? Почему ребёнка забрали в рейтинг? В принципе, врачи не говорили, сказали отёк мозга. Что есть проблема? Есть проблема, отёк мозга, да. Потом мы уже... Это сложно? Да, это очень серьёзно, потому что это, в принципе, с отёком мозга... Это была тяжёлая асфиксия. Да, то есть есть гипоксия, это недостаток кислорода, поступление в головной мозг. И есть асфиксия, это уже тяжелее, чем гипоксия, это удущая уже. То есть, по сути, врачи ожидали проблему у вас, правильно? Когда была беременность. Да. Но в итоге, когда вы родили эту девочку, оказалось, что проблемы больше у неё, а вы вот... У вас всё хорошо прошло. Да, у вас всё более нехорошо. Ну, надо сказать, со мной тоже были проблемы, не такие, может быть, сложные, как предполагалось. За четыре дня я, ну, так скажу, что ходила в туалет кровью. И мой врач, который меня вёл, хирург, кто-то бы сказал, я снимаю перед ним шляпу, я благодарна ему. К сожалению, не помню его сейчас имени, отчества, фамилии. Он очень беспокоен был этой ситуацией. С вашим здоровьем, да? О моём состоянии здоровья. Он не мог понять, он вызвал делегацию специалистов, чтобы меня обследовали, или чтобы... Я ходила с катетером здесь, потому что не могла по-другому. И он принял решение самостоятельно, оплатив моё лечение, диагностирование, усадив меня в свою машину, отвёз в институт урологии, где меня обследовали за его счёт. И уже там предполагалось, что мне нужно удалять орган детородный. И я увидела, что он просто в трансе. И когда... Тогда он принял решение ещё на одно обследование мне повезти. И там уже сказали, что этого делать не следует. И тогда он вышел сияющий и рассказал мне всё, как было до этого, что уже мне... Вы видите, в этом тоже Божья рука? И в этом Божья рука была. Он расположил сердце киевского врача. Он не просто ещё возил, да, он ещё лекарства покупал. Ещё оплатил даже лекарства, да. И обследование оплатил. То есть это было недёшево всё. Вернёмся к Софии. Что происходит с ней? А в это время с Софией, да. Да. Что происходит с ней? Она находится в детской реанимации, и мне нужно было делать выбор, скажем так, непростой выбор, кого больше поддерживать. Далиану, которая нуждалась, она там после реанимации нужно было поддерживать, ходить там, водить, или к Софии. Но к Софии я поехал, я её первый, кстати, увидел, чем Лиана, да. Она лежала на столе, вся в трубках, катетер, трубка, капельница, которая подавала пищу определённую, дыхательный аппарат, искусственное дыхание аппарат был, и, в общем, такое тельце. А что врачи говорили у тебя? Они давали ей шансы какие-то? Врачи, в принципе, особо ничего не говорили. Но когда они написали список лекарств, которых я должен был купить, я пошёл в аптеку, купил эти лекарства, ну, я не знаю, такой геометрической фигуры, наверное, ещё не придумали, какие были у меня глаза. То есть большая сумма, да? Большая сумма, и при том это нужно было практически каждый день делать. То есть отёк мозга – это серьёзная вещь, и она долго лечится, и очень дорогое лечение. Вы молились вот в этот момент? Естественно. Они переставали молиться, и поросили своих друзей молиться, и церковь просили молиться. А как долго держался отёк? Невозможно сказать, как долго ей сделали обследование, как только по приезду, как её только привезли туда. Я туда подъехала несколько позже, пока сама немножко приходила в себя. И уже через некоторое время нужно было делать повторные обследования. И вот здесь начали происходить, так как бы сказать, ответы на молитву ожидаемые. Каким образом? Мне врач, который обследовал Софийку, который делал ей тоже определённые обследования, её мозга через этот открытый разничок у младенцев, который есть, внимательный, долго обследовал. И я так заметила, что предыдущих деток не так долго осматривал, и выносил какие-то там свои выводы, делал записи, и прощался с родителями, с мамами. Но когда взял Софийку, то я уже не знала, что думать. Собственно, большой беспокойности не было, но он её и так осматривал, и с этой стороны, и ещё раз. И в конце концов он обратился ко мне с такими словами. А что вы здесь делаете? Для человека, который знает диагноз своей дочери, да, это был, наверное, очень странный вопрос. А что он хотел этим сказать? Я его и спрашиваю об этом. А что значит, что я здесь делаю? Говорит, с вашим ребёнком всё хорошо. У неё всё в порядке, работает мозг так, как следует. То есть оно в хорошем моём самочувствии, я не вижу вам нужды здесь находиться. С этим заключением вы идёте, наверное, к лечащему врачу. Так смело, с радостью. В этот момент я принимаю решение очередное для себя. Она, наверное, тоже обрадовалась, сказала, вау, наконец-то, вот правильный диагноз. То есть они понимали, что с таким диагнозом, в принципе, могут дети не выживать. Или быть тяжело больными, инвалидами. Инвалидами, да. То есть она отпускала вас домой? И вот когда я шла по коридору, это был длинный подземный переход от одного места к другому. И я понимала, снова-таки слыша этот же голос Божий, молясь про себя, что мне здесь больше не нужно находиться. Что мой ребёнок здоров, и Бог ответил на молитву. И когда я попросила аудиенции заведующей, она меня приняла, и я ей высказала своё пожелание уйти, поскольку вот я услышала такой вывод профессора, она, я была очень недвижена, сказала, что нет, извините, я вас не отпущу. Не может быть такого. И когда я была настойчива в своём прошении, она говорит, хорошо, я сейчас вызываю милицию, юриста, вы пишите заявление, что когда девочка умрёт, не помню точно, сегодня вечером или завтра утром вы мне должны позвонить. То есть она ставила вывод, что через день, через сутки. Без этих лекарств. То есть ребёнок, да, лишался лекарств. Вы согласились на это? На юриста, на милицию? Согласились, да, без колебаний. Наверное, на рассмотрели, как это всё. Но это наш опыт, да, на сумасшедший. Вот когда вы шли, вы были уверены, что нужно уходить из больницы, можно уезжать. Когда вы услышали эти слова, не пошатнула это ваша уверенность? Когда вам говорят, что ваша дочь умрёт в течение суток, если вы её уйти. Потому что я понимала, что как Бог меня вёл, всё, картинка в моих глазах быстренько провернулась. То есть я увидела себя беременной, своё ношение, руководство Божье. И до этих пор этот путь, он как склончивый мазариком. Вот наши зрители как раз видят сейчас фотографии вашей дочери. Вы, может быть, покажете нам ещё несколько штук. Вы врачу позвонили всё-таки? Да, как раз хотел спросить, врачу вы позвонили? И когда я написала заявление, я ей сказала, я позвоню вам, но никогда она умрёт. А что, она не умрёт? И я позвонила ей в этот вечер, я ещё звонила несколько раз на протяжении месяца. И последующие разы, когда мне врач сообщал, что с ребёнком всё в порядке, что развивается она так, как нужно. Ну и на сегодняшний день это здоровый ребёнок. То есть вы можете сказать, это Божье чудо, да? Это настоящее чудо, и по-другому его не назовёшь. То есть ставили такой диагноз, а Бог потом всё просто убрал. Очень красивые фотографии. Такая красавица такая просто. И наши зрители могли их также увидеть. Это действительно огромный опыт, огромный опыт от Бога. Спасибо большое, что вы рассказали. Спасибо вам большое. Спасибо. Пусть Господь сохранит всех ваших детей. Крепкого здоровья вам, вашим детям и особых благословений. Спасибо. Мы желаем благословения и всем остальным, кто ждает ответа от Бога. Спасибо. Друзья, мы вернёмся в студию уже через минуту. Оставайтесь с нами. Есть несколько срочных просьб. Я бы хотела, чтобы мы помолились об Иване. На четверг, 27 ноября запланирована операция на сердце. Нас просит молиться о Светлане, которая сейчас рожает. И также просит молиться об Илье, который в реанимации после аварии находится сейчас. Давай помолимся о них. Добрый наш Господь и Бог, мы просим и об Иване, и о Светлане, и о Белье. Критическая ситуация, но мы знаем, что для тебя нет ничего невозможного. Поэтому просим, пожалуйста, благослови. Благослови, чтобы твоя сила была явлена в их жизни. Сцели ее Господи. Просим это во имя Иисуса. Благослови, что ты услышал нашу молитву. Аминь. Аминь. Через несколько секунд читаем обетование дня. Оставайтесь с нами. Благодарите Бога за то, что Он делает в вашей жизни. И молитесь, обращайтесь к Нему за помощью. Он слышит вас. Ну и в четверг, 20.00, включайте телевизор, и мы будем вместе молиться нашему живому Богу. Пусть Бог хранит вас. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»